Продуктовых магазинов в Самаре сейчас даже больше, чем нужно, на 20%, если считать по нормативам. По городу работает 5,5 тысяч торговых точек. В продуктах недостатка нет. Другой вопрос, по каким ценам они продаются. После увеличения стоимости топлива в июле подорожали и некоторые товары, в среднем на 1,7%. Правда, на сезонные овощи и фрукты цены наоборот снизились. Влияние на динамику цены на продукты питания оказывает фактор сезонности. Водешевление овощей, в первую очередь, связано с поступлением в торговую сеть овощей, ягод и фруктов нового урожая по более низким ценам. Существенного роста цен на отдельные продукты питания за текущий период не отмечено. Продукты хорошего качества и по сниженным ценам можно найти на сельскохозяйственных ярмарках. Они работают до 1 ноября. В Самаре почти два десятка ярмарок во всех районах. Там торгуют аграрии со всей области, а также из соседних регионов. С начала сезона на ярмарках побывали более 100 тысяч человек. Самые востребованные по согласованию с жителями продлят еще на две недели. Обязательно надо идти на встречу, оценить, сколько людей готовы торговать, какой интерес у людей, у граждан. Потому что все-таки существенная разница в цене, и это хорошее подспорье для наших горожан. Ярмарки работают, что есть возможность по более дешевым ценам купить качественную продукцию. Это важно. Также во всех районах работают сезонные точки продаж, где продукты можно купить по ценам ниже рыночных. Кроме того, на совещании поручили разработать с представителями сетевых компаний совместную программу скидок и специальных предложений. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События.